Благодать делает Боже. Благодать делает Боже. Открываем Матвею, 5 главу, 47 стих. Матвей 5, 47. Написано, И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делайте? Не так же ли поступают и язычники? Если вы приветствуете только братьев, только своих, Иисус задает нам вопрос, потому что тогда Он задавал тем людям вопросы. Что особенного вы делаете? Что особенного вы делаете? Благодать делает что-то особенное. Благодать делает Боже. В этом местописании мы видим ожидание Бога. Мы видим ожидание нашего Господина, нашего Иисуса делать Боже. Боже. Прямо через эти слова, Он нам говорит, что дорогая Боси, дорогой Андрей, дорогая Лариса, я ожидаю, что ты будешь делать что-то особенное. Я ожидаю, что ты будешь делать что-то больше. Я пришел на землю. Я учу тебя для того, чтобы ты получила от меня благодать отличаться. Благодать делает что-то отличительное. Благодать делает что-то больше. Бог бросает нам вызов через эти слова. Бог бросает нам вызов, делая больше и делая больше, чем других. Может быть, кто-то может думать сейчас, что же написано в Библии, же написано во 2 Коринфянам, 10 глава, 12 стих, что они измеряют себя самим собой и сравнивают себя с собой неразумными. То есть во 2 Коринфянам мы видели, где написано, что сравняющиеся с собой друг с другом неразумны. То есть Бог не поощряет нас, ну, через апостола Павла, Бог нам говорит, что не поощряет нас, сравнивая себя с друг с другом. Окей? Где же у нас сейчас баланс? Павел говорит это слово, что неразумно сравнивая себя с друг с другом, если мы это делаем с точки зрения высокой мерия. Если мы это делаем, чтобы показать, что я на то больше способна, я лучше тебя. И также Павел говорит, что когда мы сравниваем себя с друг с другом, чтобы развивать в себе чувство непонасенности, это тоже не мудро. И так, когда мы сравниваем себя с друг с другом, о, ты так хорошо поешь, а я не могу так петь, или у тебя так хорошо все получается, сравнивая свою церковь с другой церковью, сравнивая свою работу, ну, без этого не обойдемся. Но если мы это делаем с точки зрения, чтобы быть более требовательным к себе, тогда мы спасаем себя от греха. Но если мы это делаем, чтобы показать, насколько другие не способны, тогда мы создаем проблемы для себя. Церковь, мы сегодня увидели этот баланс или нет? Я нормально объяснила баланс? Да? Окей. И так, мы решили, что сравнение, мы должны сравнивать себя с друг с другом, чтобы бросать нам вызов на улучшение, чтобы бросать нам вызов на улучшение, но ни в коем случае, чтобы подавлять Божье начинание в нас. Если мы видим, что кто-то хорошо что-то делает, и для этого есть конкурсы, всякие олимпиады, кто-то выигрывает, это всегда будет вокруг нас. Мы от этого ничего не поделаем. У нас на 19-й годовщине было награждение человека с Царства Божьего. Люди же выиграли. Наши соседи же выиграли. И опять же у нас испытание. Как мы к этому будем относиться? Будем смотреть, что я лучше него, я вообще не знаю, кто его рекомендовал. Вот, вот, епископ, по-моему, у нас, да, когда он проповедовал после годовщины, и он говорит, что кто-то ему написал письмо, кого-то рекомендовали на рукоположение, и ему написали письмо. Кто его допускал? Он большой, никто, он никакой. То есть, ну, это всегда будет. Но мы должны принимать решение, что я буду сравнивать себя с другим человеком, только чтобы стать лучше. Не чтобы критиковать другого человека, не чтобы подавлять себя, но для того, чтобы я могла стать самым лучшим, который Бог хочет, чтобы мы стали. И так, когда я вижу, что у кого-то что-то получается, это должно бросать мне вызов. Когда я вижу, что кто-то так классно любит свою, если вы муж, и вы видите, или даже если вы еще не муж, но вы замечаете, что есть один человек, он так хорошо заботится о своей жене, так, ну, ухаживает, ну, уважает ее, ну, звонит, ну, старается убедиться, что все хорошо, вот. Не надо насмекаться. Ну, не надо, наоборот, надо говорить, ой, когда я женюсь, я постараюсь быть таким или даже лучше. Когда мы видим, что кто-то, ну, у кого-то получается с домашней группой, с бизнесом, чтобы не происходило вокруг нас, мы должны всегда смотреть так, чтобы бросать себе вызов, чтобы мы тоже стали лучше в нашей сфере. Аминь? Аминь. Итак, мы видим, что сам Бог сравнивает. Сам Бог сравнивает. И у нас есть благодать от Бога, потому что если бы у нас нет благодати, Иисус бы не сказал своим ученикам, что особенного вы делаете. Бог никогда нас не будет требовать то, что Он нам не сказал, то, что Он нам не давал. И если Он требует что-то от нас, значит, мы это можем делать. Да, придется потрудиться, ничего, ничего без труда не получается, но мы можем это добиться. Вот, и мы видим, что эта благодать есть у нас. Я верю, что Бог хочет активизировать эту благодать в жизни каждого из нас сегодня. И, как я уже сказала, мы не должны сравнивать себя с друг другом для того, чтобы мы расслабились, они вообще, они дети, они все дилетанты. Нет, мы никак, мы не должны это сделать, мы только должны сравнивать себя с точки зрения, чтобы мы посмотрели, что еще я могу делать, какую нитку я еще могу связать крепко. Итак, мы видим, мы видим, что в истории всегда были люди, которые делали что-то большее. К сожалению, были примеры те, которые делали что-то большее в негативном плане, и были люди, которые делали что-то большее в позитивном плане. Поскольку мы были заинтересованы в позитивном плане, мы просто рассмотрим один пример негатива, а все остальное будем рассматривать позитив. Итак, я прощу, откройте, пожалуйста, книгу Третий Сарст, 16 глава, 25 стих. Третий Сарст, 16, будем смотреть 25 стих, 30 стих и 33 стихи. Третий Сарст, 16, 25, 30 и 33. Написаны такие слова. И делал Амфри, неугодный перед отчами Господа, и поступал хуже всех бивших перед ним. Слово хуже, да, по-русски сравнение, правда? Я лучше тебе, я хуже тебе, правда же? Да, то есть хуже. Мы тут видим в Библии. Потом 30 стих. И делал Ахав, сын Амфрия, неугодный перед отчами Господа, боли всех бивших перед ним. Скажите, пожалуйста, фраза или выражение боли всех, это сравнение или нет? Сравнение. И последний стих, 33, который мы считаем с вами сегодня. И сделал Ахав, Дуброву, и боли всех царей израильских, которые были перед ним. Скажите, пожалуйста, боли всех, это тоже сравнительное выражение, правда же? Мы видим, что Бог сравнивает, и Он обращает внимание на то, что мы делаем больше всех. Он обращает внимание на то, что мы делаем больше, чуть-чуть больше, в негативном плане или в позитивном плане. И так, как я вам уже сказала, это единственный негативный пример, который мы сегодня посмотрим, но куча. Очень много в Библии, поищите сами, там вы найдете люди, которые чуть-чуть больше зла делали. Но мы, у нас есть цель, у нас есть фокус, мы хотим подражать тем, которые чуть-чуть больше хорошо делали. Они наши кумиры, они наши модели, поэтому мы будем изучать их больше сегодня. Пожалуйста, открываем первый параллельный поменон, 4 глава, 9 стих. Первая книга Параллельный поменон, 4 глава, 9 стих. Написано, Иавис был знаменитым всех братьев. Иавис был более знаменитым всех братьев. В этом местописании мы видим что-то, которое Иавис делал больше всех братьев своих. Я вспоминаю в Евре, где написано об Иисусе Христе, что потому что возлюбил правду и ненавидел беззаконие, Бог возненил его больше своих братьев. И тут мы видим, Иавис родился, возможно, в этой семье, ну, жил в этом городе. Вроде у них все были одинаковые условия, но почему-то он что-то делает больше, что даже Библия это заметила. Люди, которые написали, видели, что он знаменитый всех. Я проповедовала на эту тему сегодня в английской церкви, и я говорила, знаете, не тяжело найти, кого поставить на служение, потому что они всегда отличаются. Это всегда люди, которые делают больше, хотя бы в чем-то и чуть-чуть больше. И вы вспомните, когда первой апостольской церкви встал вопрос, когда поступили жалобы, что забота не идет достаточно о давах. И первые апостолы собирались вместе и говорили, что, знаете, нехорошо, если мы оставим служение слова, нехорошо, если мы перестанем молиться. Давайте между собой ищите людей изведанных, то есть известных, наполненных Духом Святым. Что такое известно? Это люди, которые чуть-чуть делают больше, чем других людей. И Бог высвобождает это помазание в нашей жизни сегодня. Бог активирует, и Дух Святой напоминает нам сегодня, что у нас есть благодать, делает больше. Итак, идем дальше. Также в этой книге, первая параллель, упомянем, 22 глава, 3 стих. 22 глава, 3 стих. Очень интересная история. Давид – человек по сердцу Божьему. Давид – поклонник, великий человек. Давид – человек с великой целью. И он захотел построить дом для Бога. И Бог ему говорит, что я тебе не дам, я тебе не разрешу, потому что у меня было другое задание для тебя. Ребята, ты много воевал, ты видишь много крови, то есть твоя рука замешана в крови. А я хочу, чтобы человек с чистой рукой построил мне дом, поэтому я буду порушить это твоему сыну. Но удивительно, удивительно, что несмотря на то, что Бог не разрешил Давиду строить дом, все равно он делает то, что он мог. Он взялся за план Б. И наше подготовить все для строительства дома. И давайте посмотрим, первая параллель Пуменом, 22 глава, 3 стих. Написано. И множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу. Вот я не знаю, как звучит по-русскому, поскольку русский язык не мой первый язык, но на английском написано, что он обеспечил меди, которые невозможно висеть. То есть намного, ну, слишком много, что, знаете, бесполезно висеть. Вес не выдерживает. Вес не выдерживает. Тоже такой смысл, да, передалось, да, вам тоже. То есть это, ну, вот, он делает больше, намного больше, что вообще, ну, шкала, да, как мы говорим, что шкала уже все, да, зашкаливает. Спасибо большое. И это при том, что он не при делах. Вы со мной сегодня? Он не при делах. Он просто готовится к храму. Он просто делает то, что он может делать. Он знает, что он своими глазами не увидит этот храм. Потому что Бог прямо ему сказал. То есть без лукаса нет. Тогда он посмотрит, что же я могу делать. Хорошо, раз Бог не разрешает, посмотрю, что я могу делать. Но он это делает так, что даже вошло в Библию. Я считаю, что это огромный урок для нас. Я лично к этому стремлю. И я хочу, чтобы вы тоже к этому стремились. Чтобы мы насколько служили Богу без всякой ио-то эгоизма. Мне нравится, и я уверена, что я вам уже это говорила. Кто-то говорит, что если наша цель – воздавать Богу славу, тогда нам все равно, через кого Бог приносит эту славу. Вот пример мы видим здесь, в жизни Давида. Ему все равно имени, храм имени, точно не его имя будет. Потому что пахать, ну, создать это, в конце концов, придется Соломону. И слава Богу за Соломона тоже. У него отношение к храму тоже на высоком уровне. Но это урок для нас. Все равно. Почему? Потому что я знаю, что я говорю. Я знаю, что, о чем я говорю. Я вижу за свою маленькую жизнь. Как настроение меняется, как подход меняется, когда ты уже не лидер. Когда ты уже не директор. Как сразу все меняется. Как твоя забота, как твой интерес за ночь пропадает. Либо все, либо ничего. Это не Божий принцип для нас. Я видела, как люди передали дела. Ужасно передали дела. Практически все пришлось восстановить или начать с нуля. Но Давид думал о тех, которые будут после него. Это большой урок. И, вы знаете, такое качество. Это мое желание церковь. Особенно центральная церковь. Давайте будем отличаться. Потому что мы как центральная церковь. Мы должны отличаться чем-то. Давайте будем отличаться. Что все равно, все равно, через кого мы будем делать свой максимум. Мы будем растрачить благодать Божию. А благодать, ну, оно есть на то, чтобы мы делали больше. Если я ребенок, есть благодать, чтобы любить моих родителей. Уважать, загадать, какие у них желания. Построить классные отношения с моими родителями. Больше остальных людей. Если я жена, есть благодать служить, почитать, поддерживать служение моего мужа. Больше всем остальных. Если я муж, есть благодать любить ее. Как Христос любит церковь больше остальных людей. У нас эта благодать есть. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы дошли до Соломона. Вторая параллель помену, 9 глава, 12 стих. Вторая параллель помену, 9 глава, 12 стих. Написано. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. По меня русский язык ничего не передает. Я не знаю, как написано в украинском, не успела посмотреть, но по-английски, что там написано. Там написано, что он дал ей больше, чем она принесла ему. Я не знаю, украинская Библия есть у кого-то здесь? Поднимите руку, чтобы я украинский. Так. Помогите. Там есть? А кроме таковой, что она привезла, да? Ну, я не знаю, если в смысле вам передает? Передает, да? Но, хорошо, мне нравится, она как-то точнее по-английски. Там написано, что он дал ей больше, чем она принесла ему. И об этом мы говорим сегодня. Вы, наверное, помните историю, да? Царисус, да? Савскую. Она услышала о Соломоне, и она пришла, и когда она уходила, она говорила, то, что мне рассказали о тебе, это половина. И в Библии написано, что она принесла подарки. А это местописание нам показывает. Знаете, если есть, это благодать, она есть. Потому что в то время царям всегда дают, всегда дают. То дерево дают, что что-то дают. И можно было сказать, что они привыкли только получить. И посмотрите в Библии. Цариско-Савская, ну, она не бедная. И она что-то принесла. Но Соломон позаботился за Божьи. И она вошла в Библию. Написано, он дал ей больше, чем она ему принесла. Давайте возьмем это за правило. Давайте будем давать нашим женам больше любви, которую они нам дают. Давайте будем давать нашим мужям больше любви, больше почтения, которое они нам дают. Давайте будем давать нашим родителям больше. Мы дети свыше, мы дети больше. У нас позиция, Бог через меня благословляет. Бог через меня не разрушает. Я жена, не чтобы раздевать мужа, не чтобы уничтожить его жизни, не чтобы его жизнь стала хуже с моим приходом. Нет, я пришла и все должны улыбаться. Я пришла и все должны сиять. Я вошла в этот род, чтобы этот род заработала, чтобы этот род ожила. Я даю, женщина, дающая жизнь. Я не пришла ничего украсть. Я не пришла ничего забрать. Я только пришла благословлять. Дорогие жены, вы со мной согласны? Так поступаем? Аминь. Итак, идем дальше. То есть, вот следующий пункт мне очень нравится. Очень, ну, вам понравится тоже. Второе параллельпоменом, 29 глава, 34 стих. 29 глава, 34 стих. Там написаны такие слова. Но священников было мало. И они не смогли сдирать кожу со всех сожжений. И помогали им братья, их левиты, до окончания дела. И доколе осветили остальные священники. Ибо левиты били боли тщательны в освящение себя, нежели священники. Скажите мне, пожалуйста, у кого прямо ответственность сдирать кожу со сожжением? У левитов или у священников? И это местописание показывает нам, что эта благодать делает Божьим. Оно даже работает с ответственностью, которая не есть прямо. Наша первая ответственность. Знаете, когда дети говорят, это не я разлила, это она, это он. Пусть он пойдет, я, мама, не я, я не буду. Это же не я. Если эта благодать есть, она есть. Она заботится о всех делах Божьих. Ей вообще некогда думать, кто дежурит. Знаете, обычно, что мы делаем. А кто же это, кто дежурит? Кто за это ответственно? Где группа порядка? Библия говорит, что они были более тщательны в освящении себя, больше, чем те, кто получает деньги за это. Вот такая должна быть наша жизнь. Вот к чему Бог призывает нас. Вот. Мы стали на этой дороге. Мы показываем превосходство. Даже в ответственность, которая не является прямой нашей ответственности. Но потому что мы знаем, что это дела Божьи. Потому что мы ищем славу Божию. И если мы можем это делать, мы его делаем. Это тоже показывает нам, что нет каст, да? Кастовая система в церкви, да? Нет такого, что ты не можешь. Если мы приготовим себя, любой человек в этой церкви может стать кем угодно. Вы понимаете? Если он будет более тщательным к делам Божьим, к ощущениям, он может стать кем угодно в этой церкви. Потому что эта церковь Божия, это не семейный бизнес, это не наследство, не форес наследует эту церковь. Это дом Божий. И он поставит, кого он захочет. Но кого он поставит? Он поставит людей, которые более тщательны освящение себе. Вот это местописание, оно насколько служило меня. Это местописание, насколько тронуло меня. Бог найдет родственников, Бог найдет братьев. Если мы не будем ценить то, что у нас есть, работа Бога из-за меня не остановится, из-за вас не остановится. Если мы не будем успеть, Бог найдет братьев, Бог найдет родственников. Потому что на английском в одном переводе написано их родственники левиты, их братья левиты. Бог обязательно найдет, потому что никто из нас так слишком важно, чтобы из-за него дела Божии остановились. Еще не родился человек, который способен остановить дела Божии. Помните, когда дети, когда Иисус вошел в Иерусалим, и когда дети начали крещать, славить Его, и первосвященные так смущались, и прямо подошли к Иисусу. Иисус, что это такое? Что ты разрешаешь? Это скажи им. Иисус говорит, проблем нет. Если они замочат, камень воспоют. Что вы хотите? Выберите, у вас выбор. По-моему, они предпочитали, чтобы дети крещали. Потому что камень, это еще увеличить рейтинг Иисуса Христа. Поэтому, когда Бог вас побуждает помочь какому-то служению, если вы соприкасаетесь с каким-то служением, пожалуйста, не скажите, что это не моя ответственность. Церковь, что я сказала? Не скажите, что это не моя ответственность. Потому что это болезнь нашего общества. То, что есть наша ответственность, в обществе люди большие не хотят это делать. Еще не дай Бог, если это не их прямая ответственность. Что особенного вы делаете? Если вы только видите свою прямую ответственность. Если вы так хорошо видите вот эта хата, которая с краю. Что особенного мы с вами делаем? Давайте будем более тщательны в освящении себе. Давайте будем более тщательны в подготовке себе для того, чтобы Бог мог использовать нас для Его царствия, благословения Его царствия. Нееми. Наши дети нам показали сегодня сценку о Нееми. Нееми, 7 глава, 2 стих. 7 глава, 2 стих. Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный. Нееми не было тяжело найти кого поставить. было видно. Написано, он более честный, он более верный, и он боится Бога больше, чем многих. То есть, тоже есть многие, которые боятся Бога, но он чуть больше. Это как притча, 31 глава, написано, что многие были добродетельные жены. Но ты почему-то произошла всех. То есть, я учу женщин, я говорю, наши конкурсы, это они со слабыми людьми. Наши конкурсы с сильными женщинами, высокопославными, с успешными женщинами. То есть, мы не должны сравнивать себя с женщинами недалекими. Это подтверждает сегодняшнюю тему, что сравнивая себя надо с благодетельными, с сильными, с людьми, которые исполнены Духом Божьим. Не надо сказать, неверующая жена бы так не делала. Чего ты туда заходишь? Это вообще не наше направление. Сравнивая себя с женами библейскими. Хочешь, ищешь с кем сравнивая себя? Восьми сару. И приехали. Но нам проще себя сравнивать с слабыми, те, которые обзывают своего, те, которые не ухаживают. Я лучше. Я лучше. Была бы у тебя неверующая жена, ты бы. То есть, многие бояли из Бога. Многие были верны, но Ханани призрошил всех. Благодать делает больше. Благодать делает больше. Следующий, Иов, 23 глава, 12 стих. Иов, 23, 12 стих. написано, от заповеди уст его не оступал. Глаголи уст его кранил, считайте со мной, кранил, громче, кранил, больше. У вас Библии нету, да, я смотрю? Кранил больше. больше. И это имеет отношение и к Слову Божьему. Библия говорит, не будь только слушателем, но будь делателем. И тоже в этом мы должны быть более делателем. Иов говорит, я Слово его кранил больше. тут написано ниже ли мои правила, но в английской Библии написано кранил больше, чем хлеб насущный. Дошли до Нового Совета от Марка 12 глава 33 стих от Марка 12 глава 33 стих И любить его всем сердцем и всем умом и всей душой и всей крепости и любить ближнего как самого себя есть больше всех сожжения и жертвы. Иисус говорит, что если мы будем сохранить закон любви, это мы делаем больше все сожжения и все жертвы. А у нас есть эта благодать делая больше все сожжения и жертвы. И мы можем исполнять этот закон, мы можем выполнить это условие, если мы будем делать больше. Мы это видим в Даянии от Марка 12 глава 43 стих Я постараюсь сейчас быстрее, дай Бог, чтобы у меня получилось. Марка 12 43 стих Подозвав учеников своих, Иисус сказали, истинно говори вам, что эта бедная дава положила больше всех клавших сокровища, ибо все клали от избитка своего, а она от худосы своей положила все, что имела, все пропитание свое. Благодать делает больше, мерится не по изобилию, но мерится по скудости. Благодать делает больше, не мерится только количеством, она мерится качеством. Никто в то время бы не обратил внимание на это дава, но это еще раз показывает нам, какого Бога мы служим. Мы служим Богу, который видит мотив. Мы служим Богу, который судит объективно все стороны. Бог не судит однобоковую, что она копейки бросала. А Бог учитывает все. Бог видит вашу ситуацию. Он знает, из какого дома вы вышли сегодня. Он знает ваши ситуации. И он мерит. Он учитывает это все. Он видит, что другие не могут видеть. Благодать делай больше от скудости нашей. От Луки 16 глава 18 стих. Это притча у неверного управителя. И похвалил господин управителя неверного, что догадливее поступил, ибо сини века сего догадливее сынов света в своем роде. Вот Иисус еще тогда говорил, что в своем роде, в своем делах, дети мира сего, они делают больше. А мы в своем роде, мы свои дела, мы меньше делаем. Иисус этого не хочет. Единственное, что он похвалил в этом неверном управителе, это то, что он делал больше. Он попал в тупик. И он все равно выкрутился в своем роде, в своем обмане. Он до того и обманывал. То, что он умеет делать, он делает его хорошо, он делает его больше. А мы что имеем сегодня делать, что мы делаем? Я тут написала, насколько ты более умный, насколько ты более мудрый, насколько ты более различительный, дух развлечения, насколько ты более пронесительный, пронесательный, чем других людей. В своем отношении, принятие решения, постановки достижения цели, переговорах, насколько. Это же наши темы, это же позитив. Мы должны постоянно развиваться в этом, делая больше, больше, больше. Они говорят, что Бог позаботится. у меня времени уже нету, поэтому я еще три местописания, и мы закончим. У меня вот это местописание тоже сильно послужило. от Иоанна 21 глава 15 стих. От Иоанна 21 глава 15 стих. Написано, когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Иоанн, любишь ли ты меня больше, нежели они? Вы что-то видите? Иисус ищет те, которые любят Его больше, нежели они. Иисус обращается к вам сегодня, апостолили. Любишь ли ты меня, нежели они? Иисус обращается к вам, Иван Иванович, любишь ли ты больше меня, больше этих всех, которые сидят в зале? Только таких людей Бог ставит на лидерской позиции. И если вы сегодня на лидерской позиции, и вы не любите больше, и вы не делаете больше, не Бога вы обманываете, вы себя обманываете, чтобы сей человек пожнет. Для того, чтобы Бог мог поставить Петра на служение, он задавал ему вопросы. Любишь ли ты меня больше, нежели они? они тоже были ученики. Наши соревнования это с сынами. Мы должны сравнивать себя с сынами людьми. Тогда это поможет нам расти, это поможет нам подтянуться, это поможет нам закатать рукава, а не то, что у меня еще хорошо. Посмотри на него. Любишь ли ты меня? Это Иисус задает нам вопрос. Он не говорит больше, неверующих. Нет. Любишь ли ты меня больше своих братьев? Посмотри налево, посмотри направо. Алина, любишь ли ты меня больше Кати, больше Сеги, больше всех, которые сидят в этой части сзади. Бог тоже ищет людей, которые будут высвобождать эту благодать своей жизни. И последнее местописание это Павел, 1 Коринфянам, 14 глава, 18 стих. Он говорит, благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. тут не то, что больше большинство рекорд всех вас я люблю Бога, я больше вас посвящена, я больше вас ну вас. Когда речь идет о говорении на их языках, я ас, я больше всех вас. Хотя он тогда учил, как не нужно зло потреблять, да, говорение на их языках. И он говорит, слава Богу, я могу это учить, потому что не то, что я не хочу говорить на их языках, еще как. И у меня вопрос к вам сегодня, что вы больше всех делаете? Я понимаю, что вы не можете делать все, и не надо делать все. одно, скажите, это Богу, конечно, мне не надо, это одно, которое вы больше делаете. И последнее, 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. На этом мы закончим сегодня. 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Но благодатью Божьей, есть то, что есть. И благодать Его во мне не была щетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Мы, как никто, знаем силу благодати. Мы, как никто, знаем помазание Духа Святого. Павел заявлял, его благодать во мне не было неэффективно. То есть, его благодать во мне дал эффект. Его благодать во мне оставил след. Его благодать во мне не было напрасно. но он говорит важный секрет. Он говорит важную истину. говорит я более всех трудился. Потому что благодать она не проявляется в начале пути. Благодать проявляется во время пути. Благодать проявляется не до того, когда вы возложили руку на бане. А благодать проявляется во время того, когда вы возложили руку на бане. Благодать проявляется когда вы принимаете решение, что Бог сделает все то, что он говорит, что он сделает о себе. И когда вы поверите, что я все то, что он меня повелует, я буду делать. Благодаря осознанию благодати он говорит я трудился больше всех. я работал больше всех, потому что есть эта благодать. Я не боялся, я шел впереди, потому что я знаю, что эта благодать есть. Эта благодать довольно для меня. Эта благодать не благословитна. Ответьте Богу сегодня. Его благодать вас. Его благодать, что вы живете в этой стране. Его благодать, что у вас есть родители. Его благодать, что у вас есть цеха. Его благодать, что у вас есть работа. Будет шептно или нет. У нас в четверг одна сестра из Бориспола свидетельствовала. Она говорит, у нас микроавтобус. Потому мы приводим людей из Бориспола на служение. Потому что Бог дал им микроавтобус. У них есть эта возможность. У них есть эта благодать. Они его используют. Бросайте себе вызов сегодня. Бросайте себе вызов сегодня. Месяц труда. Месяц креативности. Павел заявлял, его благодать во мне не было счетно. И он не ошибся, когда он дал мне благодать. Он не ошибся, когда он спас меня. Он не ошибся, когда он исцелил меня. Он не ошибся, когда он послал меня в эту домашнюю группу. Его благодать не было счетно. Я потряс свое поколение, я жил для него, я дышал. Мы недавно на утренней молитве читали о Павле, и там написано, он дышал угрозами. Я поделилась со своей группой, я говорю, если Саввел дышал угрозами, чем мы должны дышать? Мы должны дышать исселением, мы должны дышать спасением, мы должны дышать обновлением.